9 октября профессиональный праздник отмечают работники культуры люди, которые делают наши жизни ярче и возрождают народные традиции. В год культуры в Столбцовском районе появился центр ремесел, а настоящей кузнице народных талантов сегодня наша программа. Это Центральный регион, меня зовут Сергей Манько, здравствуйте. Небольшая деревушка с красивым названием Яблоновка совсем скоро может стать центром культурной жизни Столбцовщины и одной из туристических точек на карте Минской области. Центр народного творчества только начинает свою историю. Под одной крышей здесь планируют собрать десятки ремесленников и раскрыть самобытные таланты. Директор центра Марина Халецкая рада гостям и на правах хозяйки приглашает в настоящую деревенскую хэтку. Все здесь у нас в отголоске давнины, все предметы быта, которыми пользовались наши предки. Вот она, главная кормилица деревенских жителей, печь. Печка, да, подхваты, ухваты, чугунки, которыми пользовались при приготовлении пищи. Мы настоящие ремесленники, только огонь пока не настоящий. Да, огонь пока не настоящий, видите, у нас и обувь в тех времен, соответствующие, да. И даже лук сушится. Да, натурально все у нас натурально. Мы видим тут даже мини-огородик. Мини-огородик, да, да. Что у вас выросло. Урожай, конечно, у нас хороший в этом году. Я хотела бы поблагодарить всех жителей деревни Яблоновка, а также всех тех, кто принял участие в сборе экспонатов для нашего выставочного зала. Огромное всем спасибо. Это безвозмездно все передано нам в дар. Вот он смотрел. Ну вот у нас господинька стоит здесь в уголочке. Охраняет экспонаты. Охраняет, да. Бочонки, вот все для засолки. Это также выполнено нашими мастерами-умельцами. Мы хотим показать и рассказать о культуре, о тех предметах быта, которыми пользовались наши предки. Это все как история. Самобытную творческую атмосферу поддерживают не только экспонаты из прошлого, но и работы современных мастеров. Главная, да, персона – это Якуб Колос. Якуб Колос, потому как у нас родился Якуб Колос, поэтому все то, что связано с красотой природы, все, что воспето в стихах – это все говорит о нашем земляке. И вот все эти даже картины, они именно мест тех, где вот побывал Якуб Колос, воспето художниками в картинах. А далее о тех, чьи имена уже вписаны в историю Центрального региона. Успехами почетных граждан Минской области вправе гордиться вся страна. Очарование родного уголка не заменит ни огни большого города, ни заморские красоты, ни самые высокие чины и награды. Это сердцем понимает почетный гражданин Минской области Владимир Гилярович Гаркун, уроженец Дзержинской земли. Свою трудовую деятельность он начинал в должности агронома, начальник управления сельхоза, зампредседателя Дзержинского райисполкома, руководитель районного агропромышленного объединения, постепенно Владимир Гаркун двигался вверх по служебной лестнице. Возглавлял Дзержинский горком КПБ, избирался депутатом райсовета. Люди доверяли ему, а он не мог их подвести. Летом 1994 года был назначен заместителем премьер-министра Республики Беларусь. Владимир Гилярович в жизни всегда высоко ценит человеческие качества. Безусловно, правдивость, чтобы ты был тоже искренним человеком, и чтобы тебе верили, чтобы тебе доверяли, потому что это очень важно, чтобы ты мог создать вот эту ауру, атмосферу. В октябре 1998 года Владимир Гаркун выходит на международную арену. В качестве чрезвычайного и полномочного посла он представляет интересы страны в Литовской Республике. А следующее кадровое решение руководства не только стало признанием заслуг Владимира Гиляровича, но и обозначило новый уровень ответственности. В 2006 году он стал первым заместителем председателя Исполнительного комитета Исполнительного секретариата СНГ. Прежде всего, желание сделать как можно больше, то есть, чтобы тебя не пинали, а у тебя было самого желание и стремление. В моем понимании всегда было такое, лучше человека отдергивать, чем подталкивать. Второе – порядочность. Во всех делах, чтобы порядочность, и ни в коем случае, чтобы не было недоверия к человеку, а чтобы была прежде всего порядочность. И чтобы найти возможность, чтобы тебя окружали хорошие люди. Потому что один поле не воин. Я считаю тоже, что именно коллектив, именно ты должен опираться на ближайших кого-то. То есть создать, суметь, вот создать коллектив, с которым я могу сказать, что мне везло в жизни. Потому что вот у меня не было рядом каких-то тех, кто мог подвести, на кого мог не понадеяться. Сельский совет, клуб-библиотека, а сейчас районный центр народного творчества. На подворье также есть что посмотреть. Мы решили установить ВОЗ и сечкарню, которые переехали к нам из деревни Семенчицы. Также у нас напольные весы, очень колоритно сюда вписались. Это также такая прилада, где взвешивали мешки с зерном. Все передано безвозмездно в дар нашему центру. Вдалеке мы видим наш колодец. Настоящий. И знаете, он в народе, как он назывался? Зуравель. Но он как бы стилизованный, да? Да, мы пока его... Архитектурная композиция. Конечно, конечно. Хорошее место для таких вот фотографий, просто прогулок и, может быть, экскурсий. Экскурсия. О том, как раньше встроился быт белоруса, да, сельский? Да, да, да. Поэтому наша экспозиция начинается уже со двора. Также колоритно вписалось, я так считаю, наше панно настенное, где мы видим пейзаж с лесящими аистами. И это панно, кстати, насколько я знаю, расписано не просто кем-то, а непосредственно директором. Да. Я отработала 10 лет в лесхозе художником-оформителем, поэтому для меня это не составило трудностей. Оно, во-первых, смотрится издалека, оно привлекает очень внимание. Внутри тоже очень много задумок. Кстати, вот в холле я также планирую расписать пейзаж, березовую рощицу, поэтому в следующий раз, я думаю, покажу уже. Ну, а здесь у вас вторая часть территории? Она у нас обустроена под детскую площадку, где мы занимаемся с детьми на свежем воздухе, проводим различные мероприятия с детьми именно здесь. Вот у нас вот такие пенечки замечательные. Также вот можете обратить внимание, у нас здесь притаился такой кабанчик, лесной зверь, да. Под елочкой у нас находятся грибочки, но она более такая вот веселенькая, эта площадочка. Погода не очень располагает к детскому отдыху на свежем воздухе, а так бы здесь было много детей, да, сегодня? Да, и конечно, конечно, у нас всегда выходной день, очень много у нас ребят, и мы, конечно, проводим мероприятия для них. Мы заняли первое место среди учреждений культуры по благоустройству территории, и теперь наша работа, наше фото участвует в областном конкурсе. Ваша главная задача все-таки, вот зачем нужен Центр народного творчества? Он нужен для того, чтобы предоставить нашим туристам, нашим посетителям, рассказать о культуре, об истории, о традициях белорусского народа. Занять детей в свободное время и как бы развить у ребенка талант, это тоже очень важно и значимо для деревни. У нас приезжали из Минска, даже, да, вот на деревню бабушки, и приходили к нам на кружок, поэтому... Открывать для себя народные традиции? Для себя, да, да, да. Фантазия замечательная у ребят. Уникальные народные промыслы возрождают в каждом районе Минской области. Брендом Столбцовщины может стать традиция по созданию корзинок и сосновых щепок. Мастерство это зародилось на берегу Немана в деревне Кнотовщина. Юрий Николаевич Третьяк научился плести корзину у своего дедушки и сегодня готов провести мастер-класс для всех желающих. Что нам нужно для того, чтобы сделать вот такую поменьше или вот такую побольше корзину? Ну, делается из лучины, сосны по годовому кольцу, то есть рубится на секторе, бревно, как вот дрова колет. Так. Внутренняя часть отмерзших слоев идет на дрова, а вот заболонь, боковая коре, которая, вот она дерется по одной этой самой. Ленточке, да? Да. Ну, когда в печке запарываешь или в воде горячей, она вот так... Отходит. По одной отходит. Вот. Ну и вот такая вот лента, да, это как раз таки... Материал для... Остаются в ведре они мокрые, потому что эта часть впитывает влагу лишнюю, в корзину самую, в дерево, и она остается свежая. С этой корзиной как раз таки можно ехать в грибы, в ягоды? Да, ну это хозяйство, раньше у каждого хозяина было по две, по три корзины, а то и больше. Вы самую большую корзину какую сделали? Ну, литра на 35, там есть большая одна, еще есть больше. Ну, где-то вот такая. Ну, вот я тут уже начал это, но заготовка, а потом она припитается под 45 градусов. Вот, одна за одну заходит. Листи не самое сложное. Мне бабушка плела, а дедушка заготавливала вот. Выдержит, что хочешь, к жакам не положить. Ну и главное, потом это все... Потом вот стрелить. Потом вот идет, я это заготовил, обтяжка идет. Чтобы она не развалилась. И сколько таких полосок нужно вот в такой корзине? 12 штук нужно, чтобы сплести. Ну и времени, сколько надо корзину вам? Ну, больше, чем если от начала до конца, больше, чем 4 штуки за день не сделать. Вот ваш инструмент. Дедушка забила тут гвоздь. Ну, нет ворциализации, чтобы сдерживать не просто степлером. Это лишнее отрезается ножом. Остерно. Ручка тоже у меня заготовлена заранее. Вот она. Да. Вот потом вставляется, запускается между лучами. Сюда тоже гвоздик. Я попробую гвоздик. Подержите по пальцам, чтобы... Просто забить, да? Да, просто забить. Ну, а там потом это надо, чтобы она на кольне заглупнула. Спортил вам? Да, ничего не спортит. Это все нормально. Еще вам гвоздик один. Ну, и все, можно в лес. Да, в принципе, корзина готова. Только высушить надо. Вещь хорошая. И нас служит долго. Не меньше 20 лет. Уже деда нету 30 лет, а смотришь, люди с корзинами старыми яблоки на рынке продают. В принципе, сейчас можете определить, что это вот корзина вашего деда. Да, у деда уже 30 лет нету, а корзина еще целая, еще люди яблоки продают. Народные традиции на новый лад о промыслах, которые всегда в моде, продолжим рассказ в следующей части программы, сразу после краткого дайджест новостей из столичного региона за неделю и рекламы. И напомню, все эфирные видео и программы доступны онлайн на нашем сайте ctv.by и на YouTube-канале СТВ. Заходите, смотрите, подписывайтесь и оставайтесь с нами. Откровенно насущным председателем Миноболсполкома Семен Шапиров встретился с жителями Мядельского района и ответил на их вопросы. Земельные споры, предпринимательские инициативы, улучшение жилищных условий в числе актуальных вопросов. Одной из основных тем стала недобросовестность одного из инвесторов, который долгое время не выполняет взятые на себя обязательства. Город-праздник Слуцк отметил 900-летие. Концерты, конкурсы, выставки, центр древнего города превратился в огромную развлекательную площадку. К юбилею Слуцки отремонтировали дороги, появились и новые объекты для отдыха местных жителей. Самые ловкие, хозяйственные и счастливые. На Минщине определили властелины села. Областной финал молодежного сельскохозяйственного конкурса в этом году прошел в Крецком районе. Победа досталась хозяевам турнира семьи Салата. Выставка семейного творчества и презентация подворьи. Жюри и зрители и конкурсанты удивили богатым столом и креативностью. Это центральные регионы, мы продолжаем. В Столбцовском центре ремесел не только возрождают забытые народные промыслы, но и воссоздают уникальные обряды, которые совсем скоро могут пополнить список нематериального культурного наследия страны. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Участники народного хора «Панямонь» собрались не только песни предков вспомнить, но и интересный обряд провести. Такой, говорят, есть только на Столбцовщине. Называется он «Прыс от детяти», чтобы малыши росли крепкими и здоровыми. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ За третьим разом добрым часом пойдем кола и придем до стола. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 АЛЛА ПЕТРОВНА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПРОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Впрочем, в данном случае в поисках утраченного ей не нужно было провести много времени. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Записали мы его от Янской Марии Юльяновны НОЙ и свекрови, которая проживает в деревне Жигалки Солбцовского района. В следующем году ей исполнится 80 лет. И она вот помнит, как это? Она именно это делает. К ней привозят деток. И когда я увидела первый раз, я попросила поприсутствовать, чтобы можно было все это запомнить и записать. Она мне показала, на нашей маленькой племяннице девочку присаживают в 4 месяца, чтобы ей было полегче рожать, но для того и присаживают ее пораньше. То есть это уже как бы... Да, это уже на будущее. Присаживают на мягкое, на красное, чтобы девушка была и красота, и мягко в жизни было, чтобы всегда по жизни она чувствовала не жестокость, а именно мягкость перину, потому что она будет уходить в другую семью. И красную ленточку перевязывали поясничку. Для чего? Раньше много работали физически, чтобы станик, то есть поясничка была гнуткая, пруткая, чтобы легкие были роды. То есть обряд не просто, а обряд со смыслом. Со смыслом. Мальчика присаживали в 4,5 месяца, немножко попозже. И садили его, старались на что-то зелененькое, чтобы, ну вы сами понимаете, нива прорастает, то есть жито, так что он будет продолжатель рода. Будущий хозяин. Да, и его садили всегда вот под иконами, то есть вот этот уголочек под иконами, именно сюда, он будущий хозяин. То есть я, в принципе, правильно сижу, только немножко поздно, да? Да, да. То есть это нужно делать в самом, вот практически с самого рождения, 3,5 месяца? Да, 4 девочка, 4,5 мальчика. Ну и поиски продолжаются, обрядов у вас, наверное, еще есть много чего интересного. Вот на февраль месяц мы хотим еще попробовать, я узнала там же, в этой деревне, уже не только от своей свекрови, но оказывается вся деревня, чтобы вызвать дождь, когда засуха большая. Они начинают от первого дома, выходит хозяйка с иконой и со своими детками, и идут от колодца к колодцу, то есть встречаются вся деревня, и идут в конец деревни, там есть прудик. Там они все молятся, просят у бога дождя, если есть там священнослужитель, он им помогает делать этот обрядик, если нет, значит, они сами просят, черпают воду из этого прудика и несут каждый в свой колодец, наливают. Вот так вот. Помогало? Говорят, что доходили до середины деревни и пырскал дождик, хоть пару капель, но было. Как вы чувствуете, народные традиции, они до сих пор актуальны, к ним до сих пор? Актуальны. Интересно. Да, у нас вот несколько было обрядов, когда невеста прощается со своими родителями и со своей роднёй. Поклоны называются. И молодёжь плачет, даже парни. Вот это для нас, конечно, приятно, что мы задеваем струны их души. Самобытный коллектив – частый гость не только на районных праздниках, но и на семейных торжествах. Дни рождения и свадебные церемонии под аккомпанемент народных артистов – не редкость. 30 лет, как занимаюсь в хоре. Люблю солировать, люблю петь и вообще всё это очень люблю. По профессии вы кто? Я просто работала на лесозаводе в Новом Сержине. Оператор отельный. И любили петь? Любила петь. Дети были маленькие, мы даже ездили за границей. Муж пускал. И ездила. И теперь с удовольствием. Вот сегодня Алла Петровна позвонила. В 9 часов надо быть в клубе. Я с 9 часов утра здесь. День работников культуры для Анны Вячеславовны праздник вдвойне. Ведь сейчас она самодеятельная артистка, а в недавнем прошлом – киномеханик. 38 лет она работала в местном кинотеатре. Лучше из искусств является кино. Это, по-моему, даже слова Ленина еще. Вы поддерживали вот этот тезис? Вы знаете, да. Просто заинтересовалась, потому что можно было фильмы договору поглядеть много. Так вот я и пошла в училище, окончила. И несменно только меняла Дом культуры и кинотеатр. А всё время было, что кино крутило, так называете. Но сейчас Ваш день начинается с чего? С песни? Да, что, конечно. Проснусь и всё, и с песней распеваем. Люблю тоже. Ну, знаете, Вы тогда собирали полный зал в кинотеатре, и сейчас в концертах полный зал. Ну, приятно это людям дарить праздник. Ничего бы. Конечно. А если доверяет там что-то спеть, просолировать, так вообще. Я даже не знала, что у меня такие это самое есть способности. Оказывается, есть. Алла Юшкевич в коллективе совсем недавно. Полвека прожила в столице и даже не догадывалась о скрытых талантах. Теперь она не только поёт, но и вышивает и декорирует картины. Её работы занимает почётное место на выставке народных мастеров в районном центре творчества. По воле судьбы так оказалось, что вот Алла Петровна, руководитель, оказалась моей соседкой. И я случайно их увидела, когда они в соседнем доме делали именно вот обряд свадебный. Мне настолько понравилось, что я стала к ним на концерты ходить, смотреть. На всех концертах я у них была. И вот когда пришлось самой сына женить, я им сделала подарок, они не знали, сюрприз такой. Позвала тоже на свадьбу, они ко мне сюда приехали, поэтому все были в таком восторге. Но обряд сработала, счастливая семья у вашего сына? Да, уже вот внучки, годик скоро будет. Вам что даёт участие в хоре, в коллективе? Знаете, я вот когда в Минске жила, ну как-то я вот к этому не тянулась. Хотя у меня, допустим, ещё бабушка моя, она очень хорошо пела, я её просила постоянно старые песни петь. У меня даже вот это вот творчество песенное подтолкнуло к моему остальному творчеству, которое я в Минске, в принципе, не зачем оно мне было, негде заниматься было. А сейчас вот как-то востребовано, и здесь оно, и на выставке везде, и берут, и всё. В принципе, переезд вашей, да, он повлиял на раскрытие каких-то талантов, о которых вы даже не догадывались. Да. Не, ну таланты у меня были, просто что негде было их применить. Под одной крышей с Центром народного творчества местная библиотека. Жители пяти деревень приходят сюда не только за чтивом, но и просто поговорить. Николай Иосифович здесь частый гость. В прошлом учитель и на пенсии без книги никуда. Такий центр зарабили добрый. Диву можно даваться, в районе такого не знайдешь. Дети приходят, учатся там рамёству такому, ну простому, не солданам, но дети, вядома что. Но однако это доброе, что займаются. Не бегают где-нибудь, но по задворках приходят, займаются. Жёнка моя так само приходит и в библиотеку читач добрый, читая литературу. Я что читаю, то иначе читаю, что иначе читаю, то я перечитываю. И можно поставить выдатно за такое обслуговывание всех нас, так сказать, читашоу. Тамара Петровна всегда рада читателям. Библиотека в деревне – главный информационный центр. Библиотека, следите за модой книжной, за тем, что читают. Да, следим и следим так. Если чего-то у нас нет, значит, я еду в город Столбцы, в отдел комплектования. И то, что мне надо, то, что читатель просит, я пополняю свой фонд той литературы. Пообщались мы с вашими преданными читателями, да, конечно, отзывы только положительные. Если праздник, мы, конечно, делаем праздник. Мы вешаем объявления, к нам приходят люди. И мы как-то вот соблюдаем традиции, праздники. То есть мы это поддерживаем. И мы совместно, библиотека и центр, то есть проводим мероприятия. То есть вы, в принципе, один культурный центр в деревне. Да, да. Общий. У нас суббота, воскресенье, можно сказать, аншлаг, это точно. В плане на то, что люди, в общем-то, в деревне есть чем заняться. Огород, работа на полях. Но все равно к культуре тянутся. Тянутся. Плюс еще, что вот наш центр открылся, идут и в центр, и в библиотеку. Я думаю, что с каждым годом должно быть все-таки у нас детей больше читающих. И чтобы все культурно развивались. Образовывать, творить и создавать в год культуры в столичном регионе на один культурный объект стало больше. Народные традиции и креатив молодых мастеров помогут не только сделать интересной жизни местных жителей, но и привлечь в живописный Столбцовский район сотни туристов. Редактор субтитров А.Семкин